Пятое место наше лето. 1971 год. Дельфина 23 года. Она родилась в крестьянской семье. В один прекрасный день она уезжает в Париж, чтобы стать финансовой независимой. Король парижанка, ей 35 лет. Она живет с Менюэлем и активно переживает зарождавшийся феминизм. Когда дельфин и король знакомятся друг с другом, их история любви меняет полностью курс их жизни. Четвертое место. Дом терпимости. Начало 20 века. Парижский публичный дом, доживающий последние дни. Длинный шрам на лице одной из проституток, словно трагическая улыбка. В этом отгороженном стенами закрытом мире невидимы со стороны происходят целую жизнь. Мужчины влюбляются или ненавидят, а женщины делят радости, печали, страхи и секреты. Третье место. Розалии Блюм. Винсент Машо проживает свою скучную жизнь в маленьком городке. Его мать невыносимая женщина усложняет ему жизнь. Он жаждет увидеть свою девушку, которую не видел уже 6 месяцев. Его казан советует ему не строить иллюзии по поводу этого романа. Однажды он оказывается в лавке Розалии. Он уверен в том, что уже видел ее раньше. Заинтригованной этой одинокой женщиной он начинает следить за ней. Второе место. Презумпция невиновности. Реальная история о Лене Мореке, который в ноябре 2001 года вместе с еще 12 людьми был ошибочно арестован по обвинению в педофилии. Он провел в заключении 23 месяца. Жизни его самой и членов его семьи были разрушены. Лишь в декабре 2005 года все обвинения были полностью оправданы. И разразившийся после этого скандал потряс всю систему французского правосудия. Первое место. Жизнь на перемотке. Что, если можно было бы отмотать всю жизнь на 25 лет назад? Заново пережить все самые яркие события и получить заряд ностальгии. Когда Максу в 13 подарили его первую видеокамеру, он не мог представить, что это положит начало невероятно трогательной, смешной и такой знакомой нам всем хроники от 90-х до 2010-х годов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok